Спастись с двумя детьми Светлана Гребенюк из поселка Новосветловка Луганской области была вынуждена бежать из дома, когда туда попал снаряд. Женщина в отчаянии. Ее больная дочь должна ежедневно принимать лекарства, иначе навсегда останется инвалидом. Историю расскажет Татьяна Блинова. Даша Гребенюк из поселка Новосветловка Луганской области тяжело больна. Эти упражнения необходимы для того, чтобы ребенок не оказался в инвалидном кресле. У восьмилетней девочки ревматоидный артрит. Мы болеем очень давно. В год переболели ангиной, и пошло у нас осложнение на суставы. Коленные суставы были такие большие и деформированные, что коленки просто не разгибались. От этого недуга инвалидами уже в юном возрасте становятся до 70% заболевших. Коленные суставы воспаленные и увеличены в размерах. Это самые именно большие пораженные суставы, которые у нас есть. И правая ручка у нас средняя фаланга. Ставили остеопороз, то есть нехватка кальция, очень хрупкие кости. В дружковку мать-одиночка с двумя детьми бежала от войны. Семья Гребенюк потеряла всё. Их квартира полностью сгорела. У нас снаряд в зал попал прям. Вот квартира сгорела. Осталось более-менее туалет и ванна, потому что они в дальнем краю. А так квартира стоит, окна соседей забили. Новосветловка находится на неподконтрольной Украине территории. Необходимого лечения девочка там не получала. А без помощи медиков и ежедневного принятия лекарств Даша перестанет ходить. А во время войны куда мы обратимся? Кардиолог нас не видел. Нам нужно корректировать постоянно дозу метатриксата. То есть там с возрастом изменяется дозировка. Если мы бросим, мы сядем в инвалидное кресло. Нам нельзя ни в коем случае его бросать. Кроме того, девочке нужна поддерживающая терапия. Лекарства от артрита токсичны. Уже дважды Даша перенесла медикаментозный гепатит. Принимаем метатриксат. Он разрушает нам печень. На лечение необходимы немалые средства. Светлана устроилась медсестрой в местную больницу. Получает 1200 гривен. А за медпрепараты для ребенка необходимо ежемесячно отдавать полторы тысячи. Бью горькие таблетки, сладкие витаминки. Я мажу ножки. Не плачу. С жильем в Дружковке женщине помогла подруга. Платить необходимо только за коммунальные услуги. Все деньги уходят на лекарства. Прокормить детей помогает гуманитарная помощь Рината Ахметова. Огромное ему спасибо. Благодарность. Здоровье ему. Ему и его семье. За его помощь. У нас и кашка здесь. Будем варить кашу детям. И гущёнка есть. И мука. Можно и вареником налепить, и пирог спеть. Дружковка гостеприимно встретила беженцев. Даша тут чувствует себя хорошо. Ждёт весну. И несмотря на свою болезнь, мечтает пойти на танцы. Татьяна Блинова, Ростислав Сысоев, Александр Шмырёв. Телеканал Донбасс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова